Журавка Это же бандит из 90-х Он бегал по Херсону По Олежкам Церупинску Бросал везде гранаты Из автомата стрелял просто от пуза Расстреливал конкурентов И самый главный рейдер Командир всех рейдеров В общем, Алексей Валерьевич Журавка у нас в эфире Валерьевич, привет Спасибо тебе большое за такую рекламу Буду знать, что я такой Тем более мне приятно, что это с твоих уст Что ж поделать Но такова моя жизнь Да, ну обо мне тоже много всего говорили Но по поводу тебя Я тут представил тебя, как ты на своей тачанке Носишься по Церупинску Разбрасывая с обеих рук И стреляя от пуза Из автомата Калашникова Или УЗИ, что там у тебя было в этот момент Ну страшное зрелище Душераздирающее зрелище Алексей Валерьевич, ну не о твоем Славном прошлом бандитском Мы будем сегодня говорить Пусть они все удавятся Те, кто тебя никогда не видел живьем И думают, что ты вот такой вот Рэмбо и терминатор в одном лице Мы о дне сегодняшнем поговорим Запугивают людей в тех же Олежках Которые бывшие Церупинск В других населенных пунктах Освобожденной бывшей Украины И мне это категорически не нравится Я только что пост выложил у себя В телеграм-канале по этому поводу Как ты считаешь В чем отличие военных Которые идут и воюют Лицом к лицу Сражаются с армией противника И диверсанты, террористы В том числе и информационные Которые действуют в глубоком нашем тылу И их террор направлен на то Чтобы запугать именно мирное население Чтобы нанести ущерб инфраструктуре Убить как можно больше гражданских людей Которые ни сном, ни духом, ни ухом, ни рылом К этой войне Ну, ты знаешь, что в Херсонской области Идут теракты Есть погибшие Сранство небесное Я считаю, что Россия Должна подходить к этому вопросу Очень жестко Как это делала НКВД СМЕШ и так далее Но только в правовом поле Как я себе представляю Должна быть фильтрация Четкая Следующее Со стороны Украины Должны поставить Перед Херсоном Можно сказать Ту же самую границу Да, не надо говорить там Что не пускаем Пускаем А надо тщательно контролировать Выявлять их Следующее Если будет пойман террорист Либо мародер Либо информационный Террорист Они должны быть Осуждены Это лично мое мнение Но То, что касается Террориста У которого На руках кровь Он Либо на месте Должен быть Ликвидирован И это все Должно быть Пусть не показано Написано Либо Если он Не ликвидирован Задержан Должен состояться Суд Трибунал И казнь Это должна Быть Он должен Был Казнен А на ту сторону Украины Должна Выйти Информационная Повестка Если В случае Пойманного Террориста Который нанес Ущерб Убил Человека Или Многие Пострадали Он Будет Казнен За Преступление Перед Человечеством Не вздумайте Проводить Такие Спецоперации И выполнять Незаконные Решения Антиконституционные Иначе Вы будете Ликвидированы Каждый Пособник Убийц Должен Знать Следующее То, что Касается Террористов Информационных Они Не должны Выпускаться Ведь это Тоже Самый Терор Либо Это 15 лет Тюрьмы Согласно Решение Суда С Исправительными Всеми Позициями А это У нас Мариуполь Донецк Отстраивать Города Которые Разрушили Ведь Что такое Информационный Террорист Это Тот же Самый Убийца Что он Делает Он Наносит Ущерб Новому Молодому Предприятию Назовем Либо Структуре Либо Назовем Херсонской Области Когда он Начинает Запугивать Человек Остается Без Зарплаты Без Хлеба И без Воды Можно Сказать А значит Он не Может Кормить Свою Семью Это я Объясняю Следующее Что такое Информационный Террорист Это Тот Который Сегодня Своими Действиями Приносит Разрушение В головах А если В головах Приносит Разрушение Значит Человек Принимает Неправильное Неадекватное Решение Либо же Он Уезжает На территорию Украины А я писал Недавно Что потом Получается С этим Человеком А это Он Подвергает Риску Человека Это Голоду Подвергает И так далее Страдают Дети И семья Это То же Самое Является Убийством Следующее Террорист Информационный Наносит Ущерб Огромный Непосредственно Многим Людям Своей Дезинформацией Что Может Происходить Психологическое Разрушение Потом Дальше Человек Бунтовать Начинает Назовем Прямо Не Выходит На работу А это Страдает Что Коммунальное Хозяйство А это Страдает Жизнеспособность Города И так Далее Это Не то же Самое Убийство Это То же Самое Только Будем Говорить Медленное Убийство Вот С этим Нужно Бороться Мародер Который Сегодня Работает На Спецслужбы Украины Это Тоже Есть Таких Людей Тоже Используют Они Тоже Должны Быть Наказаны И Суворо Должны Наказаны Их На Исправительную Колонию На Работы И так Далее За Похлебку И не Нужно Этого Бояться Следующее Против Них Надо Начать Информационную Не Атаку А Работу Объяснять Людям Что Их Действий Страдайте Вы В первую Очередь И Мир Не Придет Если Вы Будете Поддерживать Следующее Люди Которые На Сегодняшний День Имеют Оружие Схроны Как Это Называется Способствуют СБУ Провокаторам Хранят У себя Оружие Для Таких Террористических Действий Тоже Должны Быть Наказаны Жестко Баловаться С ними Нельзя Ни в коем Случай Они Тоже Должны Нести Ответственность То есть Я могу Честно Открыто И объективно Сказать Херсон У тех Кого Есть Оружие И Не Имеют Разрешения Будьте Добры Сдайте Право Охранителям Вас Подставляют И И Используют В чужой Игре А игра Это Американская Нам Пытаются Нагазать Партизанскую Войну Она Вам Мир Очеловечивание И Придет К вам И Работа И Ваше Вернется Все То Что Вы Ну Будем Говорить Потеряли Из-за Этих Укра Бандеровцев И У вас И Зарплаты Будут Выше И Пенсии Выше Будут И Детей Вы Будете Рожать И Восстанавливать То Что Не Строилось Восемь лет Вот К чему Я Хочу Презвать Но Эти Все Грязные Действия Которые Навязаны Пропагандой Американцами Украинской Коллаборантской Властью Надо Их Наказывать И В жесткой Форме Иначе Мы Не Наведем Порядок Это Мое Личное Мнение Должны Подписываться Строгие Четкие Документы Распоряжения Указы Которые Направляют На Конституционные Нормы Действий Человека И его Жизнеспособности Только Так Можно Навести Порядок Следующая Должна Быть Инструкция Которая Говорит Как Правильно Надо Себя Вести В Таких Или Иных Условиях Соблюдать Все Четко Правила Все Кто Выходит За Эти Правила Будут Строго Наказаны Все И на Этом Точку Поставить Алексей Валерьевич Вот Интересная Штука Нам Ребята С той Стороны С Украины Рассказывают Вот у нас Свобода Вот у нас Демократия Вот мы Такие Все Прямо Европейские Европейские А у вас Сплошной Жуткий Тоталитаризм Начинаешь Конкретно Задавать Вопросы Вот А что вы Поднимаете Под этой Свободой А это Можно Не платить Налоги А это Можно Положительно В смысле В плохом Смысле С этого Слова Относиться К законам И даже Конституции Страны Чем пронизана Украина Сверху Донизу От президента И до последнего Гражданина Или наоборот А когда им Горишь Ребят Подождите Но налоги Надо платить Ну вот это Надо делать Вот то Надо делать А мы Не хотим Этого делать Лохи Платят Налоги Зато Когда Сдаешь вопрос А вот Почему Если у вас Такая Свобода Вы Допустим Говорите На родном Для себя Русском Языке Но вы Не можете Пользоваться Русскоязычным Продуктом Ни в одной Из сфер Потому что Запретила Ваша власть Вы не можете Детей своих Учить На родном Для них Русском Языке И вот Здесь Почему-то У вас Не срабатывает Ваша свобода Где же Ваша свобода И демократия Они говорят Ты что С ума сошел Придут сейчас Пацаны Стеробороны Там или С нацкорпуса Или еще Откуда-то Расстреляют Всех Чертвой матери Так подождите У вас Свобода И демократия Или хунта Которая Разрешает Вот что-то Одно А на что-то Другое Такой Тотальный Запрет Что могут Даже и Жизни Лишить Человека Сергей Михайлович Давай Разделим Эти вещи Если Касается Непосредственно Закона Конституции Экономики Я для себя Так понимаю Что Без Конституции Закона Нет Свободы Свобода Та Которая Является Беззаконная Она Приводит Хаос И к тем Вещам О которых Ты Сказал Это И русский Язык Это И право И так Далее И так Далее Можно Много Говорить Об этом Поэтому Как я Считаю Первое Должен быть Закон Второе Если Ты в законном Поле Ты не имеешь Права Оболгать Человека Если В законном Поле Ты не имеешь Права Публиковать Его Личные Данные Если Ты в законе Ты не имеешь Права Призывать К терроризму Если Ты в законе Ты не имеешь Права Запрещать Языки Что Должно Быть Конституции Прописано Конституции Если Прописано Ты должен Исполнять Каждую Букву Этого закона И конституции Тогда Ты являешься Свободный Человек Вот Например Приведу Пример Я с тобой Говорю О чем Хочешь Точку зрения Отставил Отставил Своё Мнение Кто виноват Кто не виноват Могу Перейти В оскорбительную Форму Но То Что Не Переходит Конституционное Право Вот Тогда Я Свободный Человек Если Я могу Обосновать Свою Претензию Или Обосновать Неправильность Принятого Решения Аргументируя Ее В точку Соприкосновения Которая Создаст Нам Новые Условия Новые Преференции Или же Даст Возможность Развиваться Значит Я Имею Свободу И Когда Мой Оппонент Использует Мои Будем Овреть Тезисы Или Аргументированные Действия В решении Вопроса Тогда Это Развитие Государства А Если Я Использую Тактику Глухого И слепого Извини Пожалуйста Мы Ни К чему Не Добьемся Мы Разрушим Поэтому Вот Мое Мнение По поводу Всему А то Что там Происходит Это Хаос Что Хочу То и Творю Поэтому Мы Имеем Сегодня Гражданскую Войну Недопонимание Между Людьми Поэтому Мы На Сегодняшний День Считаем Что Ложь Это Победа А Происходит Все Наоборот Правда Как Всегда Она Выходит Наружу И Побеждает Но Когда Правду Подменяют Ложью Мы Видим На Сегодняшний День Растущие Города Смерти А Живущие Города Умирают А Кладбище Растут Как Грибы После Доща Мы Это Наблюдаем Мы Не Наблюдаем Развитие Государства Развитие Взаимоотношений Между Россией Белоруссией И Другими Странами Мы Не Наблюдаем Рост Рождения Детишек Улыбки Мы Наблюдаем Смерть Погибель Целого Государства Которое Умирает На наших Глазах С Помощью Американцев Европейцев И так Далее Мало Того Своими Действиями Рожденные В хаосе Они Сегодня Подставляют Другой Народ На Победу Это Россию И Белоруссию Вот Это Самое Страшное И Вот Это Что Сегодня Происходит Это Новая Борьба Возрождение На Победу И Освобождение Украины От Самых Настоящих Индивидуумов Которые Убивают И Закапывают Свою Страну Мы Освобождаем Страну Мы Сегодня Останавливаем Войну Вот Чем Занимается Россия И Возрождает Свои Земли Возвращает Назад Вот Для чего Спецоперации Вот Алексей Мы Сегодня Попробуем С Денисом Батурином Вечером В программе Политиком На радио Крым Обсудить Слова Владимира Зеленского Но Хотелось бы Сейчас От тебя Услышать Твое Видение И понимание Вот Он Сказал Во-первых Что Они Ждут Августа Что-то Должно Такое Произойти Что Украина Оу Вперед Побежит И Прямо Аж Переможет Всех Москалей И Почему-то Зеленский Настаивает На том Что До Зимы 2022 Года Украина Должна Победить Россию Вот Объясни Пожалуйста Что Это За Две Реперные Точки Последний День Ноября И Август Месяц Значит Давай Будем Так Каждый Народ Который Воюет Как С одной Страны Как И С другой Страны Он Жизнит Будем Говорить И Наполнением Надеждой Но Только Одна Надежда Умирает Последней А Другая Надежда Сразу Умирает Он Понимает Прекрасно Что При Тех Потерях И При Той Ситуации Которая Есть Ему Надо Влить Новую Надежду И Судя По Всему Эту Надежду Ему Дали В виде Приема Украины В ЕС Типа Членством Непонятно Каким То Есть Морковку Обратно Дали Сказали Дадим Дополнительное Оружие Будем До конца Давать И Вообще Наверное Мы Тебе Поможем Выиграть Эту Войну Надежда Эта Умрет Очень Быстро Мы Видим Как Развивается Нормально Спецоперация Я считаю Паникеров Я Ненавижу Да Есть Определенные Трудности Но Они Везде Есть И Их Не Избежать Первое Мы Находимся В зоне И в фазе Справедливости Победа За нами И Эта Спецоперация Будет Закончена Поэтому Пусть Он Там Тешится Августом Я думаю Скоро Падет Николаев И Одесса Падет Я просто Это Вижу Удары Начались Очень Серьезные Они Невосполнимы Им Никакая Америка Не Поможет А Это Его Очередная Знаешь Как Лягушка Стребок Таких Помнишь Они Раньше От Того Стребка И То Что Сегодня Произошло Уже Больше 21 Процента Территорий Заняты А Это Мы Уже Выходим За 30 Процентов Если Брать Луганск Донецк И так Далее И мы Видим Поэтому Это Очередной Фейк Обнадежище Который Выдан Был За Основу Теперь Если Говорить В тактике В позиции В его Словах И в его Заявлении Если Внимательно Слушать Уже Присутствует Дрожь В глазах Ой Дрожь В словах А если Просмотреть На мимику И психологию Он Уже Дал Понять Что Скоро Я Белый Флаг Подниму Поэтому Вот Мой Ответ Тебе Сергей Победа Будет За нами Я Не верю Ни Одному Его Слову Я Могу Поверить Только Тому Человеку Который Действительно Искренне Борется За Свой Народ Который Б Остановил Войну Взял Б Сел За стол Переговоров Взял Б Обоснованно Объяснил Почему Это Произошло Покаялся Перед Народом Воссо Воссоединил 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 Взаимоотношения Со Своими Соседними А этому Человеку Я не верю Я его Называю Фашист Брехун Который Предал Свой Народ А как Правило Брехуны И Предатели Не Побеждают Не Побеждают А то Что он Самое Страшное Делает Это Пользуется Народом Как Кровавым Щитом И Принял Программу Американскую Английскую Выжженная Земля Украины И Разруха Земли Украинской И Того Что Было Построено Его Дедами Это Называется Клин Вбить Россию Вот Это Он Самое Страшное Делает Это Античеловечно Вот Мое Личное Мнение Алексей Валерьевич Я обратил Внимание Вот На Что Практически Полностью Исчезли Из Украинского Информационного Поля Любые Оппоненты Зеленского Про Американские Про Европейские Вот Ирины Герасенко Давно Не Не Слышно Нигде Других Таких Спикеров Ярких Громких Которых Мы Постоянно Видели Единственный Канал Объединенные Все Каналы Сейчас Вот Этот Фридом Идет Или Как Он Там Называется Фридом Украин Свободная Украина И Все И Запрещены Практически Все Политические Партии Которые Хоть Как-то Хоть Каким-то Полунамеком Получем-то Могут Ассоциироваться С Пророссийской Позиции И Даже Не Пророссийской Вот Объясни Пожалуйста Ну А как Повел бы себя Петр Порошенко Будь он Сейчас Переизбран Тогда В 19 Году Может быть И спецоперации Не было Если бы Президентом Был Порошенко Может Вывернулся Б гад Такой Значит То что Порошенко Более Умнее И он Б Эту Ситуацию Просто Продлил Б И это Было Не 8 Лет А 10 Лет Это Было Но Все равно Бы Пришли Б К спецоперации И еще Хуже Себе Этим сделали Давайте Адекватно Смотреть То что По этой Ситуации Из-за того Что всех Оппонентов Выбили Это уже Видно Что ведут Зеленского Спец Службы Заокеанских Партнеров Английские И так далее Это тоже Невооруженным Взглядом Видно И даже Не надо Давать этому Под сомнение Это тоже Видно Поэтому В данный Момент Украина Еще До конца Не Использована И она Будет До конца Ити До последнего Украинца Ведь Зеленский Уже Перешел Ту Черту С которой Уже Не вернуться Назад Все Что Касается Порошенко Он тоже До конца Не Использован И будет Использован Мы Видим Как Это Все Прикрывается И скоро И Геращенко Вылезет На подиум Не надо Говорить И Луценко Обратно Вылезет Эти Маргиналы Они Еще Для Этих Европейцев Американцев Англичан Они Еще Нужны Война И спецоперация Не закончена Только У нас Есть Последовательность Решение Вопросов И для Чего Мы Это Делаем И Мы Стоим В справедливой Фазе Так Называем За нами История За нами Дух За нами Патриотизм За нами Советский Солдат Каждый Ветеран И за нами Правда А у них Ее нет И когда Используют Непосредственно Таких Маргиналов Значит Надо Ждать Горе Еще Страшнее Я больше Тебе Скажу Я Не Верю В то Что Нас Оставят В покое Мне Говорят Ты Там Говоришь О Третьей Мировой Войне Я Говорю Она Уже В начальной Стадии Я Говорю Ее Ведут Следующая Европа Поверьте Мне Нашему Народу Славянскому Нужно Объединиться С нами Играют До конца У них Задача Стоит Уничтожить Россию И разорвать Я не верю Ни на одни Прибаутки Разговоры Заманы Которые Они там Ведут Европейцы Я считаю Что ни на какие Переговоры Нельзя идти Ни на какие Мы Должны Победить Но Если Только Америка И Англия Вздумает Сотворить Что-то Подобие Третьего Рейха С Европы 21 Века Готовьтесь Мы Должны Вооружить Флаг Подожди Флаг 21 Века Победы Над Рестагом Следующий Я Уверен На Тысячу Процентов Что Ядерной Войны Не Будет Это Пужилка И это Уже Видно Подействуем Но Нас Ожидает Очень Большая Трагедия И нам Надо К ней Готовиться Я Очень Серьезно Об этом Говорю Я 8 лет Говорил Что к этому Все Пройдет Поэтому Каждого Россиянина Я Написал Пост Про Владимира Владимировича Путина Ты Читал Каждого Россиянина Каждого Нероссиянина Кто Живет В России В Белоруссии Призываю Объединиться Вокруг Владимира Владимировича Путина Призываю Прекратить Распры Отдаляться От этих Всех Голопопых Как я Называю Дурноголовых Объединяться Нам Нужно Защитить Не только Родину Мать Матушку Россию Но и Белоруссию И Украину Нам Надо Вернуться В тот Мощный Государственный Кулак Только Так Мы Поборем Этих Деспутов Вот Что Я могу Сказать Самое Основное Я знаю Что победа Будет за нами Я знаю Что не просто Так Пролита Кровь Каждого Россиянина Который Воюет И освобождает От нацик Дончанина Луганчанина Я знаю Что Не просто Так Кровь Пролита Детей Которых Убивали В 8 Лет На Донбассе Это Все Им Вернется И мы Наладим Мирную Жизнь Но только На большой Красивой Могучей Державе Вот это Я знаю Алексей Валерьевич Ну вот Согласен Я с Дмитрием Геннадьевичем Естафиум Что Когда Как Это Из дома Да То Эти В пляс Байден И Америка Испытывают Серьезные Проблемы Внутри Политические Внутри Экономические И тут же Вылазит Англичанка Ну вот Борис Джонсон Который В девочке Ушел И Начинает Плести Свои Кружева Интриг Ведь Англичане То хотят Балта Черноморский Вот этот Весь Регион Пристроить Под себя Они Сейчас Получили Возможность Работать С младоевропейцами Прибалтика Польша Украина Румыния И вот Здесь У меня К тебе Вот какой Вопрос Когда На каком Этапе По приказу Из Лондона Не из Вашингтона Там сказали Что нам Интересно Смотреть За российско Европейской Войной И интересно Посмотреть Кто победит Так вот Когда По приказу Из Лондона Мы увидим Активизацию Бухареста Варшавы Кого то еще По поводу Наезда На часть Наших территорий Которая Называется Галиция Буковина Там Северная Бессарабия Ну Может и Закарпатья Хотя Венгры Будут Сидеть И ждать Когда Россия Им разрешит Защитить Спасти Венгра Как только Мы До Киева Начнем Доходить Вот это И случится Вот это Самое Страшное О чем Ты Говоришь Они Не спят Не дремят Они В данный Момент Концентрируют Вооружение Они В данный Момент Отрабатывают С НАТО И последняя Встреча Семерки Да Или Шестерка Как там Ее Назоват Шешеш Называют Служители Дьявола Они Уже Наметили Планы И такие Заявления Они были Не напрасны В сторону Того Что А мы Будем Дальше Финансировать Поставлять Оружие А мы Будем Дальше Поставлять Живую Силу Под видом Любых Это Не напрасное Заявление Понимаешь Но как Только Они Поймут Что Киеву Подходят Тогда Они Будут Скручивать И Начинать Раскручивать Это Маховик И Бухареста И Всех Остальных Структур Государств На которых Они Сегодня Влияют Понимаешь И Обратно У нас И В Армении Может Что-то Произойти И В Грузии Может Произойти А они Имеют Еще Эти Рычаги Нам Самое Главное Не Опоздать Вовремя Вклепать Туда Куда Надо Но я Думаю Мы К этому Готовы Я Думаю Здесь Умные Люди Сидят Мы Готовы Я Понимаю Что К чему Идет Нам Самое Главное Этот Момент Не Прозевать И Вовремя Как Говорится Сделать Вдох И Выдох И Туда Туда Куда Куда Ракета Залетела Подумали Надо посмотреть тактику. Надо посмотреть, что говорят информационные колоколы, как бьют. Надо посмотреть, где какие провокации они готовят. Под каким соусом. Понимаешь, поэтому я понимаю, что 5 минут, но это серьезная тема. Я пытаюсь объяснить. Поэтому самое главное, без паники, с холодным затылком, с горячим сердцем и с умом подходить с правильным расчетом. И мы победим. Мы победители. Алексей Валерьевич, с этим все понятно. Но наши западные заклятые партнеры делают все, чтобы европейский, прежде всего, обыватель действительно увидел вообще не просто в России, не просто в Путине, а в любом носителе русского языка и русской культуры своего страшного смертельного врага. Вот как немцев заставляют ненавидеть цыган, евреев, кого-то еще, вот так сейчас заставляют и учат относиться к русским. На Украине мы это проходили. Русскоязычные, русские люди стали русофобами. А что мешает тем же европейцам сейчас начать погромы? Им же только дай волю, да, канализируй их негативную энергию за все их проблемы, которые у них сейчас начались. Покажи им врага. Они же пойдут и будут зубами рвать всякого, кто говорит на русском языке или пытается защищать Россию и ее политику. Сергей Михайлович, мы это уже проходили. Если будут правильно пользоваться россияне и те, кто ведут эту спецоперацию, спецслужбы и периодически вынимать с загашников исторические факты и брать их на вооружение, мы с этим справимся. Но если мы только будем исполнять хотелки и каждый сам по себе, кто что хочет, кто это делает и позволять в оскорбительной форме даже здесь вести коллаборантам себя, мы можем закончить трагично. Самый страшный враг – это внутри. Поэтому надо взять все то, что было хорошее в истории, на вооружение, то, что нас спасет, объединит, а самое главное – это сегодня использовать уже идеологический принцип и создать новую идеологию современного века 21-го, мы это все одолеем. Одолеем. Да, будут потери. Да, будут проблемы в экономике. Да, будут проблемы во всех направлениях. Но если мы не займемся своей культурой, своей бытностью, своим, назовем так, переоснащением и вооружением, своей технологией, своей модернизацией экономики, своим хозяйством и воспитанием своих патриотов, также восполнять свою жизнь новыми физиками, ядерщиками, новыми умами, нового производства высшего поколения, назовем так, 7-го, 8-го, 12-го или 21-го поколения, у нас ничего не получится. Мы должны свои умы объединить, создать золотой фонд уникальных людей, которые начнут поднимать свой народ с колен. Мы должны сегодня возрождать патриотизм и возрождать своих генералов, которые будут поднимать дух. Мы должны возрождать, возродить своего нового современного левитанова, которого будут слушать и видеть. Мы должны возвращать тех спикеров, которые будут ценить жизнь, призывать к любви. А если любовь, значит, это защита твоего организма. Вот когда мы это прочувствуем от кончиков пальцев до кончиков волос, и начнем это вдвигать непосредственно народ в массы, защищая свои границы, и понимая, что мы свои границы будем возрождать то, что нам предки подарили, забирать назад, Сергей Михайлович, поверьте мне, поверьте мне, мы победим. Сергей Михайлович, мы победим. Мы победим. И победа будет за нами. Подходит разговор наш с тобой к концу. Спасибо огромное. У нас сегодня фактически получилось, ну, в хорошем смысле этого слова, такая вот проповедь. Нам не хватает, действительно, мы слушаем вот этих проповедников, коучей западных, наслушались до такой степени, что молодой петербуржец меня вчера обвинил, вот, пока не было вашего сраного Крыма, пока не было этого Донбасса, и СВО, я мог пинту пива хорошего выпить, я мог на пароме съездить в Финляндию, по всей Европе, а теперь, блин, ничего не осталось, сижу вот этот, давлюсь этим квасом. То есть, люди, желудки, воспитанные за 30 лет, пытаются доказать нам, что родина, патриотизм, любовь к отечеству, это пустые слова. Вот, а мы с тобой стараемся донести до людей важное и главное. За это огромное тебе спасибо. Ну и до скорой встречи у нас в эфире. Пока. Пока, до свидания. Итак, дорогие друзья, Алексей Журавка был нашим собеседником, но мы прервемся до завтра, вернемся и продолжим. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова